МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Отремонтировали дороги, открыли фельдшерско-акушерский пункт, подготовили культурную программу. Порецкий район принимал гостей в День Республики. Салют победителям в Чебоксарах наградили участников 10-го международного фестиваля фейерверков. Мы на главной сцене. Наша телерадиокомпания поздравила гостей и жителей города с Днем Республики. Итоги праздничных выходных подвели сегодня на планерке в Доме правительства. Программа Дня Республики была довольно насыщенной. Все запланированные мероприятия проведены на высоком уровне. Это отмечают многие гости. Члены Кабинета министров обсудили и другие вопросы. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Экстренные службы во время праздника работали слаженно и оперативно. Серьезных ЧП в Республике не произошло. Неожиданный сход асфальта на подъезде к Московскому мосту устранили в считанные часы. Строительная организация полностью сняла на 50 квадратных метрах асфальт, заново уложила. Сейчас все нормально. Буквально в течение пяти часов все устранили. Восстановили? Восстановили, все, да. В эти праздничные дни Республика приняла большое количество иностранных делегаций. Чебоксарский экономический форум в этом году собрал более тысячи гостей. Из многих регионов и 13 зарубежных стран появились и первые договоренности. В Азербайджане намерено закупать чувашскую электронику для метрополитена в Баку. Корейские бизнесмены и вовсе планируют открыть в Республике свой завод. Сегодня компания Навин занимается производством бойлерной техники плюс газовые котлы. И вот мы уже по итогу сегодня прислали письмо о том, что заинтересована компания по налаживанию партнерских отношений в части локализации производства. Иранские партнеры заинтересовались продукцией Химпрома, Хивала, продукцией тракторного завода. И сегодня им интересна закупка запасных частей для тракторов, которые работают в Иране. Устные договоренности должны быть воплощены в реальные проекты, отмечает глава региона. Надо проводить рабочие встречи для того, чтобы был результат. Одно дело праздники, все красочно, эмоции подняли у жителей Чувашской республики, у гостей. Но нам нужен результат. И народ Чувашии будет считать от нашей работы прежде всего результат. Задача перед вами, чтобы фонд развития промышленности заработал быстрее, чтобы наши предприниматели смогли воспользоваться предоставленными возможностями. В день республики прошли деловые переговоры на высшем уровне. Чувашию с рабочим визитом посетил президент общественной организации «Деловая Россия». Мы для них привлекательны. Наша задача, вчера они тоже мне подтвердили, подберут предпринимателей состоятельных Российской Федерации, которые должны открывать здесь производство. Между тем, в промышленности региона наметился рост. Неплохие показатели демонстрирует машиностроительная сфера. На это сказывается реновация концерна «Тракторные заводы». Промутрактор вагона увеличил объем производства в 9 раз, промлит в 3 раза, агрегатный завод на 30%. Контрактация сегодня по вагону, по промутрактору и по промлиту хорошая, более миллиарда рублей по каждому заводу. Как и ожидалось, увеличились доходы региональной казны. Рост превысил 10%. Глава республики готовится подписать указ, который определит бюджетную политику на грядущие три года. Руководитель Минфина отмечает, что приоритеты не меняются. Необходимо обеспечить финансовую стабильность региона. Важное значение также будет уделено на следующий бюджетный период, это рост собственных доходов и консолидированного и республиканского бюджета. С текущего года со всеми муниципальными образованиями мы подписываем соглашение, где четко указываем дорожную карту по обеспечению роста, стабильного роста собственных доходов. Необходимо министерствам организовать работу по разработке новых программ уже на новый период. Перед администрациями муниципалитетов региональный Минфин ставит планку. Собственные доходы районов должны вырасти минимум на 5%. Мы должны посмотреть свои внутренние резервы, свой налоговый потенциал. Мы наводили порядок и будем наводить, эффективно управляли общественными финансами и будем работать в этом направлении. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. После трагической смерти 11-летней девочки в Цивильске должны быть сделаны выводы. Об этом членом правительства заявил глава региона. Михаил Игнатьев попросил министра здравоохранения Республики провести служебное расследование. Должностные лица должны были выявить потенциальную угрозу. Владимир Николаевич, прошу служебное расследование внутри провести. Трагедия в Цивильске никого не оставила равнодушными. Как уберечь детей от беды обсуждали и в столичной администрации. Алексей Ладоков особое внимание уделил профилактике детской безнадзорности. Только в Чебоксарах на учете состоят более 500 детей из неблагополучных семей. Требую комиссиям по делам несовершеннолетних совместно с управлением образования еженедельно в летний каникулярный период проводить мониторинг занятости детей, находящихся в социально опасном положении. Закрепить за каждым ребенком ответственных лиц, воспитателей, социальных педагогов. Управление образования систематически проводить разъяснительную работу с родителями. Алексей Ладоков также напомнил, что за бездействие каждый несет персональную ответственность, вплоть до уголовной. Еще одним вопросом повестки дня стало проведение капитального ремонта в учреждениях образования, культуры и физкультуры. В этом году на эти цели выделено более 200 миллионов рублей. В 2017 году впервые стартовала муниципальная программа перепрофилирования кабинетов для начальной школы в связи с высокой востребованностью мест первых классов. Из бюджета города Чебоксары направлено свыше 7 миллионов рублей, в том числе в 61-ю школу, в 59-ю школу и в гимназию 4-ю. На сегодняшний момент во всех школах к работам приступили, в 4-й гимназии приступают с этой недели. Капитальный ремонт запланирован и в 128 столичных многоквартирных домах, в которых проживает более 30 тысяч человек. Предусмотрены ремонт системы электроснабжения, отопления, водоснабжения, ремонт кровли, лифтов. На общую сумму более 670 миллионов рублей. Татьяна Филатова, Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. В этом году основной площадкой Дня Республики наряду со столицей Чувашии стал Порецкий район. Именно он добился весомых итогов в социально-экономическом развитии и заслужил право принимать гостей. Как это было в нашем сюжете. Порецкий район тщательно готовился к празднику. За короткое время преобразилось не только само село, но и весь муниципалитет. Провели довольно-таки большой объем работы в райцентре, в селе Порецкое, где будут основные торжества. В частности, были построены новые дороги. Отремонтирована наша святыня и покрашена, во всяком случае, многие уже десятилетия не крашены. Это колокольня Троицкого собора. И очень ждали люди, например, сданы 2,6 километра очень разбитой дороги республиканской Бахмутово-Мишуку-Ардат, которые очень просили люди, в письмах жаловались и так далее. К Дню Республики все это сделано, и людей сейчас радуют. Секреты национальных ремесел, легенды и сказки, песни и танцы, народные традиции. Все это можно было увидеть на главной площади Порецкого. Каждое сельское поселение старалось удивить гостей своими талантами. Валентина Шмакова показала себя умелой ткачихой. С легкостью управлялась со станком, которому, кстати, уже более 100 лет. От предков, что достался нам стан, мы занимаемся ремеслом с моей дочкой. Сейчас уже предки у нас никого нету, и мы занимаемся. Делаем сами основу, наматываем на это, это вот ниченки, это бёрды. Вот у нас такое все получается красивое. Гармуни, баяны и маленькие гармошки. Юрий Козлов с удовольствием рассказывал гостям о своей коллекции. А художник Александр Ильин устроил настоящую выставку своих картин. Основная тема всех полотен – красоты родного края. Облако белое, чистое облако, вот белая краска. И вот там облако. Ну вот видите, как хорошо. Лев Николаевич Толстой что сказал? Самое большое счастье для человека – это возможность общения с природой. Даже не общение, а возможность. И вот я каждый этюд считаю это кусочек счастья по Толстому. И я дарю это все людям. И таких творческих людей, любящих свою малую родину в Порецком районе, немало. Порецкая земля богата учеными, академиками, достойными гражданами Российской Федерации. Они внесли огромный вклад. В данном случае академик Алексей Николаевич Крылов, кораблестроитель, внес огромный вклад в обороноспособность нашей любимой России. Сегодня на главной сцене вручили награды тем, кто внес особый вклад в развитие района. Отметили труд фермеров, комбайнеров, медиков, учителей, работников культуры. Среди награжденных и Наталья Кузнецова. Уже 32 года она работает в сельской библиотеке в родном селе Ряпина. У нас работа состоит из культурной массовой работы. Мы проводим все мероприятия, участвуем в художественной самодеятельности. У нас 10 группов разных. И детские, и взрослые, и подростковые. К нам с любовью идут. Все, все идут. И взрослые очень любят нас, старшие поколения. Праздник в Парецком районе продлится до самого вечера. Закончатся торжества, праздничная дискотека и фейерверка. В канун Дня Республики на Красной площади столицы состоялась презентация национальной телерадиокомпании «Чуваши». Ведущие Таван радио, национального телевидения и национального радио поздравили гостей и жителей города с Днем Республики. Макс Попов и Анна Голицына. Программа «Отличная музыка на двух языках» все 24 часа. Аналога этому нет в эфире. В рамках презентации были объявлены имена победителей конкурса «Я живу в Чувашии». Победительницей в номинации «Дети» стала мама трехмесячной Элины Михайловой. Малышка стала героиней видеоролика о любви к своей родине. Первое место среди взрослых участников заняла Ольга Минаева. Она получила сертификат на профессиональную фотосессию. В течение часа для чебоксарцев пели артисты, голоса которых звучат на волнах национального и Таван радио. Музыкальный подарок жителям Республики преподнесла и Юлия Важенина, одна из ведущих программы «Республика» на национальном телевидении Чуваши. Афтографы и общая фотография на память. Аудитория и армия поклонников Таван радио явно прибавляется. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика. Десятый международный фестиваль фейерверков уже стал историей. Своими на страницу вписали его победители. Пиротехнические команды оценивала профессиональные жюри и зрители. Голосовать можно было на официальном сайте Республики. В итоге гран-при фестиваля получила чебоксарская команда «Пироснаб по Волжье». Номинацию за лучшее музыкальное и художественное воплощение взяли пиротехнические дворы Петергофа. За создание яркого образа наградили большой праздник Баку, за лучшее воплощение фантазии огня «Пономарев пиротехникс» из Екатеринбурга. Лучшим в постановке фейерверочного шоу стал «Корсар. Город Симферополь». Эта же команда получила приз зрительских симпатий. В продолжении выпуска знакомство с участниками Чебоксарского экономического форума выставки «Регионы сотрудничества без границ». А я с вами прощаюсь. До завтра. Зеленые яблоки, черный кофе и инновационные решения для бизнеса. Это стенд компании «Сбербанк». Банк – один из постоянных участников Чебоксарского экономического форума. «Сбербанк поддерживает создание и проведение таких вот площадок, дискуссионных площадок. И Сбербанк сам активно и тоже и организовывает, и участвует. И мы считаем, что это очень правильно. Это способствует пониманию и текущей ситуации в стране, в мире, и тому, в каких направлениях необходимо развиваться нашим предпринимателям». Идти в ногу со временем и оперативно реагировать на все изменения в бизнес-среде – одна из задач компании. Предприниматели очень ценят свое время. Приведем пример. Одно из последних изменений в налоговом законодательстве – использование с 1 июля кассовых аппаратов нового образца – онлайн-касс. «Сбербанк» предлагает уникальное решение – эволюция торговли, сокращенно – Эватор. «Она позволяет и в онлайн иметь фискализацию с налоговыми органами, а также массу новых интересных вещей. К этой кассе можно подключить и эквайринговый терминал, и считывать лишь трех кодов. Эта касса позволит в онлайн связаться с программами учета, складского учета, различные формы менеджмента, логистики и так далее. Буквально за пару месяцев уже продали предпринимателям порядка 40 таких касс. И это одна из самых популярных онлайн-касс сейчас в стране». Еще одно новшество – «Бизнес-класс» – совместная обучающая программы «Сбербанка» и «Гугл». Этот проект позволяет новичкам открыть свое дело – предпринимателям со стажем выйти на новую ступень развития. Компания активно участвует в дискуссиях на форуме. Специальный гость этого года – главный аналитик «Сбербанка» Михаил Матовников. Тема его выступления – улучшение экспортного потенциала регионов, выход на зарубежные рынки. «Я уверен, что половина производств, которые находятся здесь, имеют экспортный потенциал. Но многие из них об этом не догадываются. Очень часто они не догадываются об этом, потому что не пытались. Это главная причина. А тут выясняется, что можно выйти на мировой рынок, и там можно расти кратно. Вот там где-то начинается Голубой океан. И вот надо понимать, что та река, в которую мы вошли, она высохла. Вот не надо ждать, что сейчас пойдут дожди, экономика развернется, и речка наполнится, и мы опять куда-то поплывем. А на ней поплывем. Право те, которые взяли мачете, рубят через джунгли дорогу к морю. Главный аналитик Сбербанка знает, что говорит. Важно, чтобы это услышало бизнес-сообщество. Чувашский государственный педагогический университет имени Ивана Яковлевича Яковлева самый первый вуз Чувашии, нерушимый фундамент всей системы образования, заложенный более 85 лет назад. Будучи преемником Симбирского практического института народного образования и Чувашского отделения языка и литературы при Восточном пединституте в Казани, первый вуз республики сохранил лучшие традиции великого просветителя Ивана Яковлева и дополнил их новейшими исследованиями в области педагогики. На всю страну и далеко за ее пределами известны имя выдающегося ученого, основателя этнопедагогики Геннадия Волкова. В дни республики педуниверситет вновь собрал его учеников и последователей, чтобы обсудить вопросы сохранения российской идентичности. Этнопедагогики, как практической науке, отводятся в этом процессе ведущая роль. Очень большие два события совпали одновременно, и мы примерно так и рассчитывали, что день республики совпал с годом Геннадия Андреевича Волкова, годом этнопедагогики, который мы объявили в педагогическом университете. И это символично, потому что республика развивается, и количество детей растет в школах. Соответственно, в педагогическом университете есть перспектива подготовки кадров. Мы готовы обеспечить наши школы наших детей учителями. Сегодня педагогический университет – это 10 учебных факультетов, 33 кафедры, центры дополнительной подготовки и более 90 программ высшего образования бакалавриата, свыше 40 магистратуры и 25 аспирантуры. Я выбрала этот университет, потому что с детства мечтала стать учителем. У меня закончила старшая сестра этот же университет, и она стала моим наставником, можно сказать. Своему вузу я очень благодарна за различные возможности предоставленные, за то, что он нас отправляет в разные города, на форумы, на конференции. Выпускники педагогического университета востребованы не только в Чувашии, но и в других регионах. Вуз заключает соглашение с муниципалитетами по целевому обучению. Кроме того, у студентов есть возможность узнать, как готовят учителей в разных странах. В педагогическом университете действует программа международного обмена. И если вы хотите получить востребованную специальность и прожить интересную студенческую жизнь, приемная комиссия уже начала работу. Всю необходимую информацию можно получить по адресу Чебоксары, улица Карла Маркса, 38, телефоны 62 3042 62 04 80. Уважаемый бренд, узнаваемый вкус и отменное качество. Молочная продукция «Ядрин молоко» давно занимает лидирующие позиции не только в Чувашии, но и далеко за ее пределами. Молоко, кефир, йогурт, творог, масло – это лишь малая часть реализуемого ассортимента. К тому же он постоянно расширяется. В этом году на межрегиональной выставке «Регионы сотрудничества без границ» компания презентовала новинку – кисломолочный продукт «Закваску». «Закваску я пробую первый раз. Она мне очень понравилась. Я думаю, что она не только хороша самой, но еще и полезна. Спасибо». «Продукция качественная, проверена временем. В общем-то, на высоте, как сказать. Для детей я предпочитаю снежок, ряженку. Местный производитель, надежный». Весь процесс производства молочной и кисломолочной продукции находится под пристальным вниманием специалистов. А входящее сырье проходит необходимые этапы проверки. Это приносит свои плоды. В 2016 году сметана «Наша корова» завоевала марку качества Чувашской республики. А молоко нескольких видов вошло в число 100 лучших товаров России. Немалую роль в этом сыграл запуск нового завода 4 года назад. «Мы развиваемся высокими темпами, осваиваем новые технологии и рынки сбыта. Совсем недавно, 1 июня, мы запустили новый творожный цех. Инвестиции в развитие составили более 100 миллионов рублей. Тем самым достигли мощности производства творога 20 тонн в сутки». Руководство уделяет пристальное внимание сохранению окружающей среды. Экологически чистое производство молочной продукции и безопасные упаковки – отличительная особенность компании «Ядрин молоко». Почувствовать себя наедине с природой в самом центре города можно в санатории «Чувашия-курорт». Этот уникальный комплекс для многопрофильного курортного лечения и отдыха, больше известный жителям Чувашии, как «Вода, грязи, лечебница», расположен в лесопарковой зоне вблизи реки Волга. И все это в шаговой доступности от остановок общественного транспорта. А значит, жители столицы Чувашии могут оздоравливаться без отрыва от дома, работы и культурной жизни. В лечебно-оздоровительном процессе широко используются минеральные вода и грязь, добываемые в республике. В России имеется всего лишь несколько месторождений лечебных сопропелевых грязей, и одно из них – озеро Кагаяр. Впрочем, Чувашия-курорт – это не просто целебная вода и грязь, это комплексный подход к реабилитации пациентов. Уникальность этого учреждения в том, что на его базе сегодня создано мощное реабилитационное отделение, чего не было ранее. Поэтому вот буквально за нашей стеной это реабилитационное оборудование, которое буквально сегодня вступает в силу в водо-грязь в лечебнице. И мы сегодня имеем возможность реабилитации после инсульта, после инфаркта, после тяжелой поли-нейротравмы. С этого года Чувашия-курорт работает в системе обязательного медицинского страхования. А это значит, что после прохождения стационарной реабилитации и при наличии направления лечащего врача, пациент может оздоравливаться здесь совершенно бесплатно. На сегодняшний день есть целый спектр услуг, которые можно предоставить в водо-грязь в лечебнице. То есть, безусловно, это путевки, это курсовки. То есть, живя дома, пожалуйста, приходите. Причем курсовки разного направления. И курсовки для ветеранов, для пенсионеров. Это курсовки для детей, курсовки мати-дитя. Вот особенно сейчас, в летний период. Если вы устали от проблем с иммунитетом, стрессом и частых простудных заболеваний, вам не дают покоя систематические обострения хронических недугов, тогда вам сюда. Санаторий «Чувашия» курорт приглашает всех желающих на оздоровительный отдых и лечение. Вода-грязь и лечебница подарит вам красивое и здоровое долголетие. Поверка, калибровка и ремонт измерительных приборов. Эти и другие услуги оказывает предприятие «Прибор-автоматик». Организация из Тюменской области на рынке Чувашии уже пятый год. Мы работаем с большинством управляющих организаций города. Поверяем приборы, учет общедомовые счетчики, расходомеры, теплощетчики. Мы также работаем с визлицами, оказываем услуги по поверке квартирных счетчиков воды. Стоимость поверки у нас самая низкая в городе Чебоксары. Собственные лаборатории, отстроенные по последним стандартам, высококвалифицированный персонал и талонная база приборов. Все это есть в арсенале предприятия. Чебоксар «Автоматика» не привлекает сторонние субподрядные организации, что положительно сказывается на ценовой политике организации. Возьми будущее в свои руки, говорит Чебоксарский кооперативный институт и приглашает абитуриентов в свои ряды. Вот уже 55 лет вуз готовит профессионалов по разным направлениям обучения. Экономика, юриспруденция, торговое дело, институт сегодня это три факультета и колледж, отделение среднего профессионального образования, а также 15 кафедр, позволяющих максимально приблизить учебный процесс к практической деятельности. Кстати, именно с Чебоксарского кооперативного института и началась история высшего экономического и финансового образования Чувашии. Институт идет в ногу со временем и постоянно совершенствует подготовку своих студентов. Конечно, надо думать о том, кому они будут нужны, наши выпускники. Востребованность. Период такой высокой конкурентоспособности, когда действительно выпускник, он должен быть востребован для работодателя. Он должен приносить прибыль для своего коллектива трудового, большого, маленького, неважного, малом, среднем бизнесе. И поэтому нам приходится, конечно, ориентироваться, варьировать учебные планы, учебные программы, для того, чтобы они в конечном итоге были использованы в учебном процессе, а выпускник, который освоил эти программы, был востребован в будущем. Каждый год руководство института старается внести в учебный процесс что-то новое. Например, сейчас впервые выпустились менеджеры-магистры в области здравоохранения. А уже с сентября студенты начнут обучаться по новым программам магистратуры, экономикам в жилищно-коммунальном хозяйстве и менеджмент в спортивной индустрии. Чебоксарский кооперативный институт – это огромная площадка для возможностей, в том числе интеллектуальных и творческих. Поэтому у меня не было выбора даже в качестве чего-то. Мне именно хотелось поступить Чебоксарский кооперативный институт. Чебоксарский кооперативный институт дает огромную базу знаний и имеет отличный преподавательский состав. Поэтому я не думаю, что будут какие-то проблемы при поступлении на какую-то должность. Чебоксарский кооперативный институт – хороший трамплин для успешного трудоустройства. За всю историю института из его стен выпустилось около 60 тысяч специалистов высшей квалификации. Хочешь присоединиться к их числу, приемная комиссия уже начала свою работу. В будни с 8 до 19, а в выходные с 9 до 16 часов кооперативный институт ждет себя. Продолжение следует...